Переход в новую команду для большинства футболистов сопровождается стрессом, так как от них сразу ждут результата и мгновенной адаптации к новой обстановке. И по ходу нынешней кампании действительно находились те, которые, вопреки психологическому давлению, сходы влились в новый коллектив. Сегодня я расскажу вам о футболистах, которые отлично дебютировали за свои команды в этом сезоне. Но учтите, речь пойдет конкретно о первом матче игрока в команде, без учета их реабилитации в последующих матчах. Про Лео Месси будет снят сериал. Для Неймара сезон официально закончен, а также как выглядит самая опасная версия Криштиану Роналду. Все эти новости вы можете увидеть в моем телеграм-канале. Хотите быть в курсе сегодняшних матчей, а также их результатов, тогда вступайте во второй канал. А если хотите посмеяться и поднять себе настроение, то залетайте на канал с футбольными мемами. Друзья, жду всех ценителей моего канала и футбола в частности там. Ну а теперь желаю приятного просмотра. Летний новичок Наполи Хвича Кварацхелия до переезда в серию А выступал в чемпионатах Грузии и России. Поэтому от нападающего мало кто ожидал хороший старт в Италии. Тем не менее, в своем дебюте против Вероны Хвича сразу показал, что готов к игре на самом высоком уровне. Когда Наполи уступал в счете 0-1, грузин откликнулся на навес правого фланга и в нетипичной для себя манере забил головой, став автором первого гола своей команды в новом сезоне. Но на этом еще не все. Во втором тайме при счете 2-2 Хвича заметил забегание Петра Зелиньски и одним касанием вывел партнера 1-1. Поляк отправил мяч мимо голкипера Вероны и вывел вперед Наполи. Портенопеи в итоге выиграли тот мяч 5-2, а в следующей игре Хвича отметился дублем ворота Монце. Сейчас на счету Кварацхелия 10 голов и 9 ассистов в 19 поединках серии А. Это лучший показатель в чемпионате по количеству результативных действий. Дарвин Нуниес этим летом перешел в Ливерпуль за 80 миллионов евро. Предсезонную подготовку уругваяц провел не очень убедительно, но в первом официальном матче за команду в Суперкубке против Манчестер-Сити ему удалось реабилитироваться. Новичок появился на поле с замены во втором тайме и сумел перевернуть ход игры. В концовке встречи нападающий сперва заработал пенальти, когда в попытке замкнуть навес ударом головой попал в руку защитнику. 11-метровый успешно исполнил Мохаммед Салах, который вывел Ливерпуль вперед. Уже на 94-й минуте, когда Манчестер-Сити активно сопротивлялся и пытался сравнять счет, Нуниес получил скидку от партнеров чужой вратарской и ударом головой установил окончательный результат – 3-1. Выступления Дарвина в этом сезоне нельзя назвать очень успешными, но и нельзя сказать, что он полностью провалился. На его счету 8 голов и 3 голевые передачи в АПЛ, и 4 мяча в Лиге чемпионов. Он даже забивал такие фантастические мячи, как в ворота Реала. Так или иначе, сам Ливерпуль начинал в чемпионате не слишком успешно, поэтому судить уругвайца в такой обстановке, возможно, не очень целесообразно. Но после разгромной победы над МЮ все может измениться. А вот новичок Сити, Эрлинг Холланд, хоть провалил эту же игру за суперкубок, не реализовав кучу очевидных моментов. Но если считать дебют норвежца в АПЛ, то там все было по-другому. В первом матче в премьер-лиге на выезде против Вестхэма нападающий сполна показал свои бомбардирские навыки. На 35-й минуте Холланд заработал пенальти и сам же взялся его исполнять. Эрлинг уверенно разобрался в дуэли с Альфонсо Ариоля и открыл счет в матче. Уже во втором тайме норвежец получил изумительную передачу от Кевина Дебрюйне и, реализовав выход 1 на 1 с голкипером, удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет 2-0. В последующих поединках Холланд настрелял целых 27 голов в чемпионате. Ему нужно забить еще 6 мячей в 12 матчах, чтобы побить рекорд Мохаммеда Салаха по количеству голов за один сезон АПЛ. Друзья, очевидно, что многие из вас, кто смотрит меня, интересуются футболом. В связи с этим я предлагаю вам попробовать футбол-тим. Это интереснейший онлайн-менеджер. Здесь все равны и решает только твой скилл. Создавай игрока, тренируй его, ходи на работу, вступай в клуб с реальными людьми или создай собственный. Игровой процесс заточен на тактике и понимании. Меняй стиль игры и переворачивай ход поединка. В общем, все как в реальной жизни. С недавних пор в игре появились новые серверы, а значит, играть можно практически из любой страны. Заходите каждый день, активно прокачивайте своего футболиста и трофеи, которые вы видите на экране уже скоро могут стать вашими. И самое интересное, что регистрация происходит в один клик через Google, ВК и даже Facebook. А регистрируясь по моей ссылке в описании или же по этому QR-коду, вы получите на старте 600 энергии и 500 тысяч евро. В конце прошлого сезона лучший ассистент в истории ПСЖ Ангель Ди Мария покинул французскую команду и на правах свободного агента присоединился к туринскому Ювентусу. Первый матч аргентинца в чемпионате Италии выдался очень впечатляющим, особенно в контексте того события, которое произошло на 36-й минуте встречи. Левый защитник Алекс Сандро зажег свечу своим навесом в штрафную площадь. Пока мяч летел, Ди Мария как следует подготовился и выдал изумительный удар, который с отскоком от газона залетел за шиворот голкиперу. Во втором тайме Ангель отметился еще одним результативным действием. Хафбэк увидел свободного форварда Душиновлаховича и выкатил сербу мяч на блюдечке. Нападающий первым же касанием нанес удар в ближний угол и сделал счет 3-0. В последующих матчах Ди Мария много страдал из-за различных травм и дисквалификаций за красную карточку в игре против Монце. Уже в январе после победы на чемпионате мира полузащитник вернулся в форму, выдав 3 гола и 3 ассиста в серии А, а также сотворил невероятное. Ангель оформил хэт-трик в игре против Нанто в Лиге Европы, а один из голов вышел по-настоящему шедевром. Грустно, но в конце сезона и у игрока заканчивается контракт с Ювентусом, и далеко не факт, что руководство его продлит. В конце зимы Кейлор Навас наконец покинул ПСЖ и в поисках игровой практики отправился в Ноттингем Форест, где ему предстояло заменить травмированного Дина Хендерсона. Уже в начале своего дебютного матча против Лидса трехкратный обладатель Лиги чемпионов показал свой класс в полной мере, отбив очень опасный удар от Луиса Синистеры. При счете 1-0 в пользу Ноттингема у нападающего Лидса Патрика Бэмфорда была хорошая возможность восстановить паритет, но Навас снова был на высоте и совершил прекрасный сейв. Спустя 8 минут шанс распечатать ворота Костариканца получил Вилиньонто. Кейлор и на этот раз спас свою команду, вытащив удар в ближний угол. Помимо своих сейвов, Навас в том матче очень помог лесникам перехваченными навесами и прочими полезными действиями. В результате Костариканец заслуженно получил награду лучшему игроку матча. Вторая игра Кейлора была не самой удачной, ведь Ноттингем проиграл Фулхэму 0-2. Но вот в недавнем поединке с Манчестер-Сити Навас совершил 5 сейвов и вновь был признан лучшим игроком матча. Перед стартом этого сезона Садио Мане покинул Ливерпуль спустя 6 лет игры за команду. Игрока приютила Мюнхенская Бавария, которая заплатила за трансфер 32 миллиона евро. В своем дебюте за команду Юлиана Нагельсмана сенегалец хорошо проявил себя в матче с Лейпцигом. На 31-й минуте при счете 1-0 в пользу мюнхенцев Мане нашел свободное пространство и, находясь совершенно один в чужой штрафной, получил пас от партнера, после чего поразил пустые ворота. Бавария выиграла ту игру 5-3, и в тот день для Садио было очень важно записать свое имя на табло. Дебют нападающего в Бундеслиге тоже выдался успешным. В игре против франкфуртского Айнтрахта Мане при счете 2-0 в пользу своей команды на 29-й минуте получил элегантный навес от партнера, после чего успешно отправил мяч в сетку ударом головой. В данный момент на счету Мане 6 голов и 3 результативные передачи в Бундеслиге. Эти цифры футболист записал на свой актив в 14 матчах. К сожалению, Садио не играл с ноября до марта из-за травмы, которая к тому же оставила его за бортом чемпионата мира в Катаре. Но буквально неделю назад он наконец вернулся в строй команды и вновь готов покорять сердца болельщиков Баварии. Бразилец Антони этим летом стал самым дорогим футболистом в истории Манчестер Юнайтед, перейдя из амстердамского Аякса за 95 миллионов евро. Накануне дебютного матча против Арсенала вокруг нападающего было много ажиотажа. Но футболист более чем достойно справился с давлением. На 35-й минуте Антони открылся на правом фланге и, получив передачу от Маркуса Решфорда, мастерски открыл счет ударом в дальний угол. Манчестер Юнайтед по итогу нанес Арсеналу первое поражение в новом сезоне АПЛ, а Антони отличился в своих двух последующих матчах в чемпионате. Сперва положил шикарный лонгшот ворота Манчестер Сити, а затем отличился в игре против Эвертона. К сожалению, на этом результативные действия бразильца в нынешнем розыгрыше АПЛ пока закончились. Но зато в Лиге Европы именно Антони забил победный гол ворота Барселоны и вывел МЮ в 1-8 турнира. В конце зимнего трансферного окна крайний защитник Манчестер Сити Жоау Канцелу неожиданно, можно сказать даже сенсационно, перешел на правах аренды до конца сезона в Мюнхенскую Баварию. Уже в своем дебюте в Кубке Германии против Майнца португалец показал, почему его считают одним из лучших в мире на своей позиции. Находясь на правом фланге, Жоау сделал отличный навес на Шупамоттинга, который мастерски реализовал свой момент перед чужими воротами. Бавария выиграла тот матч 4-0 и вышла в следующую стадию. В чемпионате Канцелу дебютировал аналогичным образом. На старте поединка с Вольфсбургом португалец навесил на Кинг Сликомана, который отправил мяч в сетку эффектным ударом в дальний угол. Тот матч Бавария выиграла 4-2 и Канцелу сыграл очень важную роль в той победе. В конце сезона мюнхенцы могут выкупить Жоау за 70 миллионов евро. Посмотрим, решится ли руководство выложить за португальца такие деньги. Энце Фернандес по ходу нынешнего сезона дважды дебютировал за новую команду. Но сегодня речь пойдет о первом матче футболиста за Лиссабонскую Бенфику. В концовке первого тайма матча чемпионата Португалии против Ороки аргентинец эффектно сыграл на подборе в чужой штрафной и сокрушительным ударом с лету отправил мяч к голкиперу между ног. С тех пор Энце в чемпионате за Бенфику не забивал, но зато отметился пятью ассистами. В самый последний день трансферного окна полузащитник перебрался в лондонский Челси за 120 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории английской премьер-лиги. В первом матче за пенсионеров лучший молодой игрок чемпионата мира не отметился результативными действиями, но зато во втором поединке против Вестхэма исполнил шикарный ассист на Жоао Феликса, который забил свой первый мяч за синих. Хотя Энце с того момента не отметился результативными действиями, но его игра радует. Он чуть ли не в каждой игре становится лучшим игроком матча по оценке за игру в составе проблемного на данный момент Челси. Видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. Друзья, в прошлом видео я задал вам вот такой фотовопрос. Ну и вот первые три человека, а также несколько случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. А теперь новый фотовопрос. Вам необходимо просто угадать трех футболистов по трем элементам, а именно по рту и глазам. Футболисты популярные, так что даже по таким параметрам вы сможете угадать каждого игрока. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok